Ули после мангала. Люди приезжают, отдыхают, пока еще не наступил противопожарный сезон. Когда вступит противопожарный сезон, разведение костров будет запрещено. 31-й квартал Рыбновского участкового лесничества находится по пути в Константиново и Пощупово. Древесину здесь не добывают, леса выполняют защитную функцию, спасают населенные пункты от пыли и шума. На первый взгляд весна в лесу пока не наступила, еще лежит снег, резкие проталины только у деревьев. Растут только грибы-паразиты, на которые ни время года, ни погода не влияют. Но уже на следующей неделе обещают потепление, а засушливая погода – самые опасные. Могут начаться травяные пожары. Скорость распространения их огня достигает 500 метров в час и даже выше. И эти пожары на торфянистых, если почву, они наносят огромный ущерб. Но в хвойных, если насаждениях, особенно в северной части нашей области, они, вот эти вот так называемые беглые пожары, они могут привести к верховым пожарам. В прошлом году было несколько случаев, когда на территории Рязанского лесничества успели остановить огонь, двигавшийся от сельхоз, палок, деревьям. Леса в Рыбновском районе не горели даже в 2010-м. Правда, здесь была большая задымленность, последствия которой ощущаются до сих пор. Из лесов ушли практически все животные, кроме лис. Отсюда ушел практически весь кабан, весь лось. Остались только лисы. Вот только где-то два года назад мы во время патрулирования стали замечать, то, что появляются лосиные следы, даже лосей уже увидели, понемногу стал возвращаться кабан. Но после 2010 года, это сколько прошло уже время, и только сейчас флора начинает восстанавливаться. Пока точных прогнозов, каким будет этот сезон, нет, но в лесничестве надеются, что обойдется без пожаров. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».